всем привет вы на канале кайби и с вами екатерина сегодня необычный ролик то сегодня я хотела вам показать чем я занялась мороз дизайнер я решила напомнить вам что мороз дизайнер это что-то вроде создания одежды то есть 3d одежды в основном как я узнавала в основном такие одежды используются и в играх особенно в sims 3 sims 4 ох я просто когда каждый раз когда я скачивала sims я так всегда думала вот по поводу моду как это они воссоздают вот где можно было создать и вот я нашла вот на данный момент я предоставляю этап когда я уже начала уже с рукавами уже заниматься они с основа платья потому что основа платья но она очень просто делается а вот для меня рукава это сущий ад вы не поверите когда я сшила даже пиджак вот жакет можно так сказать вот мне всегда бесил процессе именно рукавов господи чертите это еще муторнее потому что то нужно правильно так вычитать чтобы был правильный изгиб чтобы нормально все сел и так далее а там свои нюансы вот а вот здесь просим так сделал присоединю все нормально вот как раз таки я пытаюсь рукав присоединить к основу платья сначала к основу платья а потом уже соединить снизу ну то что же как же он же полностью у нас это обрегает можно так сказать руку вот и тем более я задумывала сделать рукава фонарики только не короткие а именно длинные то то что мне очень нравится когда длинные вот и когда сливы если вы видите с правой стороны там я по выкройке как раз таки вот этого платья делала но на самом деле у меня будет свой вариант потому что я начинающий вот вы ах вот вот здесь я как раз таки начинаю удлинять неспроста потому что модели есть манжеты и чтобы не не чертить и не высот полигоны манжетов проще был у меня как раз таки разделить вырезать и уменьшить как вы видите на данном примере да кстати если вам очень понравится данный вид то обязательно ставьте лайки вот и пишите в комментариях вдруг вам действительно вам понравится такая тема как 3d моделирование одежды мне вот очень понравилось особенно когда смотришь на других как кто как делает вот здесь на данном этапе я начала подправлять вверх потому что мне показалось то что плохо сидит где там подмышки у нас вот ну в общем подправила а здесь я как раз воссоздаю молнию вот здесь мне очень понравится что можно как-то визуально воссоздать молнию с застежкой или даже пуговицы как вы видите я как раз таки воссоздала застежку здесь как раз таки можно и собачку разную выбрать и язычок причем это очень даже удобно даже можно и размеры менять по желанию ну на самом деле для меня так ношество и мне это очень понравилось что есть такие варианты на самом деле хочется еще больше сказать но я боюсь что вам не понравится то что я тарабарю что-нибудь вот здесь я как раз решил еще немножко подправить в этом области потому что мне показалось что очень неплохо утягивает поэтому я не лишь я решила где-то около двух сантиметров сделать отступы и скажем так средств срезать пришить вот и тем самым уменьшить вот эти места проблемные но на самом деле можно было этого не делать как оказалось когда я смотрела итоговый вариант вот но на самом деле мне нужно были еще отступы для того чтобы обозначить границы где у меня будут линии то есть у меня будут белые линии по задумке вот так же срезаю сшиваю вместе как вы видите вот а теперь я приступил к юбке на самом деле юбка должна быть длинной меня кстати по итогу получилось как будто бы снова юбка г.б. на самом деле юбка г.б. я делала еще ранее но вы можете посмотреть в группе вконтакте у меня как раз ссылку писать под видео будет и так как раз таки там есть вот где я как раз не сделал юбку г.б. вот вот она как вы примерно так выглядит на самом деле я думаю будет пышная пышный низ но на самом деле мне и так нравится я принцами нравится все облегающие так вот здесь теперь я начала немножко с манжетами шаманить как видите потому что мне показалось что что манжеты они слишком коротковатые здесь я начала подправлять юбку потому что на данном этапе мне нужно ее так подправить что потом сделать заморозку вот сейчас я сделала заморозку это делается для того чтобы когда я буду делать симуляции для каких-то объектов чтобы юбка не реагировала вот поэтому это полезно особенно когда нужно верхнюю одежду делать а вот здесь я пробовал просто оставлять пуговицы ну просто оставил пуговицы без дырочек просто как украш украшение на самом деле я думал что может могу я найти какие-то другие варианты пуговиц но тут пока что в стандартном варианте только вот эти пуговицы может можно конечно же где-то поискать но напишите в комментариях вот кто за ним занимается именно 3d дизайном в этой программе где можно найти скажу так ассеты пуговиц и так далее или же можно вы самим воссоздавать и так далее здесь я кстати снова решил длинить потому что рукава все еще не были хороши в длине поэтому на данный метод как вы видите нормальную длину я уже выбрала вот но в принципе мне очень понравился такой вариант и я примерно немножко его оставила таким вот кстати на поиске я тоже сделала отступы один сантиметр и я сейчас уже как уже завершение я уже начала уже текстурировать как правильно сказать но в данном случае это что-то вроде выбора ткани поезд у нас конечно будет будет из кожи тут конечно же будет стандартно базово потому что чтобы было объеме и так далее нужно конечно же что-то вроде вставка спайнтере воссоздавать текстуры такие чтобы было так как-то объемнее что ли но на самом деле деле и здесь можно вот на самом деле я пыталась сочетать цвета чтобы чтобы они гармонировали как-то то есть чтобы не было очень ярких цветов и так далее то что я по сути такой человек который любит что-то яркое вот я кстати как раз таки хотела сделать что-то такого мягкого но поначалу хотела юбку сделать совсем не того цвета который я изначально хотела вот но когда я попробовала мне пришлось осветлять юбочку можно так сказать мне очень кстати понравились рукава когда когда они были в такой прозрачном виде ткани у меня прям очень так преобразился такой представление как это будет красиво выглядеть вот вот такая юбочка получилась мне очень даже нравится манжета я решила не чуточку потемнее сделать потому что как-то светло не лучше потемнее сделать как-то более более так красивее так выглядит ну линия так себя обозначил кстати тут зато можно собачку и застежку в смолнии сделать тоже любой цвет поэтому мне очень даже это понравилось вот как вы видите решил как и по цвету пояса ну в принципе принципе сейчас все уже сделано готово вот такое платье получилось да но не как свадебная выглядит но мне этот вариант больше нравится если вам тоже понравилось то ставьте лайк всем большое спасибо за просмотр ставьте лайки обязательно подписывайтесь на мой канал группу вконтакте и конечно всем пока